Городской субботник охватил все районы областного центра. В рамках работ зеленых зон, парков и скверов, газонов, тротуаров и обочин дорог убирали мусор, сухие ветки и листву. Глава администрации Рязани Елена Сорокина также приняла участие в субботнике. Доброй традицией стало после каждой зимы убирать в городе. Зима выдалась очень непростой, нам, конечно, сейчас всем нелегко. Субботники проходят по субботам, но в нашем случае каждый день. Ну а сегодня, действительно, в субботу к нам присоединилась и молодежка ОНФ. Сегодня все, кому не все равно, кто неравнодушен к чистоте на наших улицах, вышли сегодня убирать. Спасибо всем рязанцам, спасибо территориальному общественному самоуправлению, спасибо сотрудникам предприятий и организаций, спасибо всем, кто сегодня пришел убрать город. Сейчас мы видим, как приводит в порядок сквер 26 бакинских комиссаров. Кроме этого, убрали мусор, сухие ветки и листву на улицах Свободы, Пирогова, Новоселов, Дзержинского, Татарской строителей и Рязанской. Также очистили зеленую зону между улицами Тимуровцев и Касимовским шоссе в парке Набелякова. Сегодня такой очень ответственный день. Мы вышли на уборку нашего города, города Рязани, места, где мы проживаем. И, в общем-то, очень полезно привести в свой город такой соответствующий порядок перед наступлением нашего главного праздника, Днем Победы. Ну и что, пожелать сегодня успешного дня, прекрасной работы, внести свой вклад и, как сказать, оставить хороший, получить хороший заряд, оставить хорошее впечатление у жителей города Рязани. Ну и хотелось бы, чтобы больше людей, как сказать, проявляли это желание, приводить нашу зону проживания в комфортное состояние и делать все самое прекрасное, хорошее для жителей нашего города. Всего за время городского субботника было убрано порядка 350 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов. В работах было задействовано свыше 30 единиц спецтехники Дирекции благоустройства города и других муниципальных предприятий. Мы должны до 1 мая убрать город, убрать улицы, тротуары, дворы, дороги, убрать парки и скверы. Но у нас все обязательно получится. Общегородские субботники будут продолжаться. В них смогут принять участие все желающие. Информацию о месте и времени проведения можно будет посмотреть на сайте администрации города Рязани. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».